Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за тем, что же интересного произошло за прошлую торговую сессию. Честно говоря, вчера состоялось несколько, на мой взгляд, значимых пресс-конференции представителей Федеральной Незервной Системы, и мы получили еще несколько серьезных сигналов, которые указывают на то, что американский мегарегулятор планомерно движется к самому важному событию, статус этот еще не убираем с рынка, за последние несколько лет. Это потенциальное ужесточение монетарной политики и повышение процентных ставок. Разумеется, если этого не произошло в ходе последнего заседания ФРС, сроки планомерно поехали на следующее. До конца 2015 года еще состоится три заседания, и каждое может как раз с событием, связанным с такой серьезной фундаментальной отдачей. Поскольку мы внимательно следим за тем, что происходит на финансовых рынках, каждый день, отслеживая макроэкономическую статистику, ищем, конечно же, поводы, дополнительные аргументы, которые могут поспособствовать тому, что это решение будет анонсировано, собственно, на рынках. Но обо всем по порядку, о перспективах доллара в связи с этим мы, разумеется, еще поговорим. Сначала давайте все-таки начнем с наших традиционных вступительных активов, это поведение черного золота и, разумеется, российской валюты. Также не забывайте о том, что в ходе брифинга будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках компании Amarkets. Сегодня величина бонуса 6%, и еще раз напоминаю, бонус действует до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Ну а теперь давайте переходить к нефти. Актуальные цены 48-42. Несколько дней назад мы констатировали тот факт, что черное золото оттолкнулось от локального хая для себя, это чуть выше 49 пошло ниже. Буквально в пятницу мы увидели, как бренд, точнее ближе к концу прошлой недели, оказался чуть ли не с уровнем 47, минимальное значение 47.20. В целом мы пришли к выводу, я думаю, что он был абсолютно оправдан, то что черное золото находится под прежним фундаментальным давлением. И разумеется, любой негатив, который потенциально может появиться на рынке энергоресурсов, будет сказываться в качестве предпосылок для еще большего ослабления. Вчерашняя торговая сессия снова оказалась восстановительной. Мы видели то, что бренд действительно снова в очередной раз предпринял попытку подобраться к заветной сейчас цели, психологическому сопротивлению в районе 50 долларов за баррель. Но разумеется, и в этот раз тоже силеных не хватило. Это абсолютно оправдно, потому что для того, чтобы преодолеть этот уровень, нужно, конечно же, иметь соответствующие стимулы бычьего настроя. И, разумеется, убеждать тех трейдеров, которые делают ставку на покупку, что есть основания закрепиться выше. Таких аргументов, инфоповодов, сообщений и событий на рынке попросту нет. Что касается вчерашнего ралли, то, наверное, здесь стоит отметить позитивную динамику китайского фондового рынка. Я еще раз напоминаю, что на текущий момент шанхайский композитный индекс выступает вроде барометра. Действительно, мы смотрим, как этот индекс отыгрывается в рамках азиатской торговой сессии. И, собственно, именно его мы используем в качестве барометра для рыночных настроений, потому что от него начинают плясать, собственно, прочие фондовые рынки и, разумеется, трейдерские и инвесторские ожидания. Несмотря на то, что большинство проблем по Китаю уже сейчас так остро не стоят в плане негатива для фондовой секции, все равно все прекрасно понимают, что при возвращении, скажем, трейдеров к прочим негативным тенденциям мы рискуем увидеть некое, скажем, падение фонды и такой же коллапс, который мы наблюдали несколько недель назад. Но давайте не будем негативить. В целом мы и без того прекрасно понимаем то, что риски для Китая не по-прежнему существуют. Опять же, объективная статистика только указывает на то, что эти риски никуда не деваются. Поэтому вчерашняя позитивная динамика китайского шанхайского композитного индекса поспособствовала повышенному спросу на сырьевые активы, потому что вроде бы как, если Китай восстанавливается, через фондовую секцию можно сделать такой вывод, значит, спустя какое-то время при неизменности тенденции это скажется, разумеется, на спросе, на энергоресурсы, а через повышенный спрос можно будет видеть более высокие котировки по этим активам. Пока это только идея формата ожиданий. Я еще раз отмечаю, что на ожиданиях далеко не уедешь, нужно руководствоваться фактами, реальной статистикой. И поэтому мы просто констатируем, да, вот эти бычьи выпады, которые наблюдаются периодически в рамках позиции энергоресурсов. Но прекрасно понимаем, что объективная реальность статистика указывает на то, что дальше локального интереса к нефте ситуация не будет развиваться, и дело не пойдет. Потому что все равно медведи, они находятся рядом с этим активом, и, разумеется, используют любую возможность даже краткосрочного роста, чтобы оказать еще более уверенный пресс на позиции этого финансового инструмента. Может быть, в качестве позитивного фактора для нефти, трейдеры вчера вернулись к обсуждению статистики, связанной со снижением числа буровых в США. Эта тенденция, на самом деле, сохраняется уже длительный период времени. Может быть, сейчас трейдеры полагают, что объемы производства нефти продолжат оснижаться. Опять же, только потому, что представители соответствующих стран, ключевых производителей, сообщили о том, что есть такая вероятность из-за снижения спроса. Но мы пока увидели о снижении объемов производства, и то незначительном, только в рамках американской экономики. Что касается прочих производителей, нет. Это по-прежнему производство на высоких уровнях. И я отмечал тот факт, что если бы это снижение было синхронным, и, соответственно, мы наблюдали бы его по ключевым производителям, то да, это поспособствовало бы восстановлению спроса и предложению баланса между этими двумя категориями. И мы бы старательно стали искать возможности для такой же тактической и стратегической покупки черного золота. Но пока США снижают производство, но мы прекрасно видим то, что ближневосточный картель ОПЕК, когда публикует уже обновленные данные статистику, указывает на то, что производство выросло на несколько сотен тысяч баррелей, и, соответственно, нивелирует то снижение, которое мы видим в США. А значит, сейчас, как ни крути, у нас достаточно поводов, не буду их повторять, потому что мы, по сути, останавливаемся на перспективах бренда каждый день. И те, кто внимательно следит, прекрасно знают, что достаточно аргументов, факторов и статистики, указывающие на то, что бренд рискует и дальше позиционно, и долгосрочно слабеть. Наша ближайшая цель, еще раз напоминаю, актуализирую, это снижение в район 45 долларов за баррель. Хотя многие инвестиционные банки делают ставку на то, что бренд может просесть даже еще сильнее. Российская валюта полностью продолжает копировать динамику, разумеется, нефти. Актуальные котировки на премаркете 66.16 рынок еще не открылся, но я не думаю, что нас ожидает какая-то выраженная динамика в рамках сегодняшней торговой сессии. И в целом, если анализировать российский рынок, еще раз повторюсь, что нет никаких фундаментальных факторов, которые сейчас бы подстегивали интересы к рублю. Потому что очень много сейчас негатива, связанного с геополитическими рисками, опять же, с очень вновь актуальной ситуацией на Украине. У нас снова, скажем, в качестве серьезного аргумента для соответствующей коррекции по российской валюте выступает такая же потенциальная слабость и нефти. Поэтому эти идеи мы и продолжаем транслировать из одной торговой сессии в другую. И пока, разумеется, не отказываемся от этого посыла. Налоговый период мы на нем уже поставили крест, потому что последние месяцы не оправдали себя с точки зрения ожиданий. И мы не будем, собственно, повторять ошибок прошлых месяцев, надеяться на то, что потенциальный спрос на рублевую ликвидность через конверсионные сделки станет причиной усиления позиции рубля. Сейчас эти, скажем, потенциальные объемы спроса и вообще факт этих конверсионных сделок, он, еще раз напоминаю, будет нивелироваться долговыми обязательствами перед кредиторами. Поэтому налоговый период мы, скорее всего, очень быстро пройдем и без какой-либо положительной реакции для российской валюты. Поэтому в качестве цели, снова напоминаю, мы ждем движения российской валюты против основных конкурентов, а точнее пары USDRAP, снова в район 70 долларов, точнее 70 рублей против одного доллара. То есть ожидаем еще один виток девальвации. Идем дальше. Евро против доллара. Вчера из статистики можно было обратить внимание на индекс цен производителей, потому что это тот отчет, который, по сути, предвосхищает данные по инфляции. Индекс цен производителей по Германии оказался на минимуме за последние 6 месяцев. По факту годовой отчет снизился до минус 1,7%, месячный просел на 0,5%. И еще один статистический негатив из Германии. Достаточно мы его получили уже за последнее время. И в целом, каждый раз, когда мы возвращаемся к перспективам европейской валюты, мы отмечаем факты действительной фундаментальной слабости. И каждый день актуализируем как раз этот новостной фонд, находя еще дополнительные поводы для такого же долгосрочного села по паре евро-доллар. Если индекс цен производителей снижается, и это не просто, скажем, локальное снижение, как я уже отметил, это минимум за последние 6 месяцев, значит, создается соответствующий пресед на показатели по инфляции. Основная причина – это все то же снижение цен на энергоносители, потому что именно цены на энергоресурсы являются, наверное, одним из основных вкладчиков в общий показатель по индексу потребительских цен. Если существует такое давление для еврозоны, это, наверное, самый страшный фундаментальный макроэкономический повод, который, разумеется, настраивает трейдеров на определенный исход с точки зрения действий Европейского Центрального Банка. Мы прекрасно понимаем, что на фоне рисков низкой инфляции, на фоне рисков дефляции, там буквально один шаг остается до отрицательных значений, Европейский Центральный Банк снова будет актуализировать текущую программу количественного смягчения, анонсируя возможность новых мер экономического стимулирования. Мы ждем эти стимулы очень давно. Цепляемся за каждый макроэкономический релиз, и в последнее время, помимо действительно объективной оценки макроэкономической реальности, у нас очень много союзников уже и со стороны представителей Европейского Центрального Банка, потому что много еврочиновников уже неоднократно высказались в пользу того, что лучше сейчас, конечно же, уже идти на дополнительное расширение программы количественного смягчения, анонсировать, может быть, более агрессивные выкупы активов и постепенно увеличивать действия QE, может быть, даже по срокам. Напомню, что программа количественного смягчения стартовала в марте 2015 года, предварительные сроки до сентября 2016 года. Полагается, что за этот период баланс Центрального Банка будет увеличен практически на 1 триллион евро, но судя по тому, что инфляция по-прежнему находится вблизи минимальных значений, разумеется, этих объемов не хватает и мы готовимся к еще большему вливанию ликвидности в экономику. Для европейской валюты это долгосрочный фактор серьезной разгрузки, поэтому многие инвестиционные банки, а может быть, даже практически все, на которые стоит обращать внимание, до сих пор не пересматривают свои долгосрочные ориентиры, на 8, 10 или 12 месяцев, и эти ориентиры предполагают возможность даже движения пар евро-доллар в район паритета. Против американской, точнее против европейской валюты выступает и объективная сила доллара. Мы понимаем, что рассматривая, опять же, конкуренцию евро и американца, здесь стоит делать ставку на контраст именно монетарных политик, и эта идея также остается актуальной. Мы смотрим за спредом доходности между немецкими бумагами и американскими трежерисами, и сейчас спред доходности указывает на то, что больше интереса как раз именно к американским бумагам. И еще непременно стоит отметить вчерашние комментарии представителей Европейского центрального банка, о текущем состоянии инфляции. В принципе, мы возвращались к этой теме уже даже буквально несколько минут назад, и мы анализируем состояние индекса потребительских цен практически каждый брифинг. В частности, ПРАТ, который буквально, по-моему, несколько месяцев назад, опять же, на своих комментариях и, может быть, даже сказать, вербальных интервенциях действий со стороны Европейского центрального банка спровоцировал падение европейской валюты больше, чем на 200 пунктов. Сейчас мы видим то, что эти комментарии присутствуют на рынке, и учитывая то, что евро вчера серьезно просел, в частности, актуальные котировки примерно рядом с уровнем 1.12, то есть, можно сказать, что с локального хая, который мы видели в четверг, пара просела уже больше, чем на 250 пунктов. Понятно, что трейдеры сейчас снова возвращаются к идеям, связанным с более агрессивным выкупом активов, разумеется, дополнительными мерами экономического стимулирования. И вот комментарии господина Прата касательно того, что у Европейского центрального банка достаточно ликвидности, чтобы повлиять на актуальную ситуацию с инфляцией и расширить баланс центрального банка. Я думаю, что между строк здесь явно прослеживается идея того, что ЕЦБ действительно готовится анонсировать эти меры. Нам осталось только их дождаться. Наша цель прежняя 1.10, это как минимум, а дальше, уверен, сходим еще ниже, тем более, что, может быть, даже 1.10 мы увидим даже не по факту решения какого-либо прорывного со стороны ЕЦБ, а только на одних лишь ожиданиях. Идем дальше. Доллар японская иена продолжает расти. Актуальные котировки рядом с уровнем 120.50. В целом доллар чувствует себя очень бодро, уверенно и прекрасно понимает то, что у него, как ни у какого другого актива, достаточно оснований для фундаментального роста. Говоря про актуальный новостной фонд, здесь стоит отметить сразу нескольких высокопоставленных чиновников ФРС. Это Лейкер, Уильямс, Буллард и Локер. По сути, их формулировки, их комментарии мы анализируем на протяжении последних 6 месяцев. Как раз именно они активно, прям, скажем, тандемом таким, высказывались в пользу того, что американская экономика готова к ужесточению монетарной политики. И сейчас, после того, как прошло решение, когда были подведены итоги двух дней на заседание ФРС, когда была обновлена процентная ставка, собственно, они продолжают сигнализировать о том, что до конца 2015 года ужесточение монетарного курса и нормализация денежно-кредитной политики все-таки произойдет. В частности, из вчерашних комментариев стоит отметить Дениса Локкарда, который явно отметил, что в ходе следующего, соответственно, голосования будет выступать в пользу повышения процентных ставок. В частности, он также отметил, что политика Центрального банка США не координируется с политикой других мегарегуляторов. То, что инфляция и обменный курс доллара являются далеко не определяющими в принятии решения о повышении процентной ставки. То, что рост ставки на 0,25%, то есть на 25 байсных пунктов, вряд ли спровоцирует какие-либо негативные тенденции в рамках американской экономики и не станет причиной серьезного негатива, который, скажем, проецируют, предрекают вследствие ужесточения монетарного курса ФРС для мировой экономики в целом. То есть это решение, скорее всего, пройдет довольно-таки спокойно. И я думаю, что Денис Локарт ясно дал понять, что в рамках американского мегарегулятора большинством уже голосующих членов есть общая позиция того, что нужно уже переходить к повышению процентной ставки. В довес к этому комментарий Булларда. Он, правда, не голосующий член ФРС, но со следующего года у него будет такое право. Но, в частности, он отметил, что если бы у него было это право сейчас, собственно, уже в ходе прошлого заседания, он отдал бы свой голос за повышение процентной ставки. Потому что Буллард является одним из, наверное, ключевых деятелей того, что если не перейти к этому важному решению сейчас, могут возникнуть еще больше угрозы для американской экономики в целом. То есть лучше постепенно начать ужесточать монетарную политику и как можно быстрее переходить к этим решительным мерам. Но посмотрим, что будет дальше. Другие комментарии Лекера и Уильямса. Здесь было очень много комплиментов с их стороны, сделанного в адрес рынка недвижимости, рынка труда. Но хотя еще больше комплиментов сделали лично мы касательно этих секторов. Действительно, наверное, лучше, чем они, не чувствует себя ни один другой сектор. Хотя кроме недвижимости и рынка труда, наверное, ничего больше и не остается. И в целом, я думаю, что актуальные показатели по темпам экономического роста США 3,7% указывают на то, что действительно прогресс очевиден. И на текущий момент действительно американская экономика – это самый динамичный, быстро растущий рынок в мире. Обогнать по темпам вряд ли кто-то сможет еще. Ну, может быть, развивающиеся рынки. Но не забывайте о том, что, говоря про темпы экономического роста развивающихся рынков, нужно обязательно оценивать ситуацию с уровнем ВВП на душу населения. Все-таки развивающийся рынок – это не развитые площадки. Поэтому 3,7% – это очень много. И это еще одно подтверждение того, что лично американская экономика уже достаточно готова к тому, чтобы дождаться, скажем, столь прерывных решений, как нормализация денежно-кредитного курса. Теперь нам остается следить за позицией Федеральной резервной системы. В один прекрасный момент, конечно же, они перестанут отталкиваться от общих рисков, связанных с мировой экономикой. И прекрасно поймут, что осознают на самом деле, что принимая столь важные решения, нужно прежде всего руководствоваться именно национальным макроэкономическим фоном. Потому что их задача – это следить за стабильностью национальной экономики. Мы ждем, собственно, следующего заседания ФРС. Это октябрьская. И на фоне подобных комментариев до октября, до заседания, мы проанализируем еще очень много статистики. Я думаю, что у нас будет достаточно дополнительных аргументов, которые действительно позволят нам делать еще большую ставку на то, что это решение, связанное с нормализацией денежно-кредитного курса, будет анонсировано. Для тех, кто еще цепляется за идею потенциальной слабости доллара и считает, что только из-за инфляции ФРС будет откладывать повышение процентной ставки, я считаю то, что вам нужно еще раз переосмыслить общий фундаментальный фон и уж точно рассмотреть перспективы доллара с точки зрения позиционного и долгосрочного трейдинга. Резюмируем то, что я сказал. Наша идея по USDN остается неизменной. Мы видим то, что доллар действительно старается каждый день отбивать ранее утраченные пункты. Этот восходящий импульс сохраняется и пара полномерно движется в район 125. Я думаю, что очень скоро мы доберемся вместе с этим тандемом валютных активов до этого рубежа. Идем далее. Фунт, доллар, минимальное значение, локальный минимум 1,5480. Видели то, что поддержка пала, хотя сейчас актуальная котировка уже 1,5506. В целом про британца. Я снова возвращаю вас к актуальному новостному фону. Это слабость промышленного сектора, сектор услуг, плохие данные по рынку труда, плохие данные, плохая статистика по экспорту и очень плохой отчет по роничным продажам в прошлой неделе. То есть один сплошной негатив. Но единственное, что выросли заработные платы. Но они росли не только на протяжении прошлого месяца, но еще несколько месяцев назад. У нас может быть даже тенденция. Но почему-то рост заработных плат никак не поспособствовал росту индекса потребительских цен, от которого, собственно, и должен отталкиваться британский мегарегулятор, принимая решение о повышении процентных ставок в рамках уже национальной экономики. Поэтому сейчас мы, разумеется, ищем дополнительные поводы и возможности, хотя их за последнее время было предоставлено достаточно, для того, чтобы продать британца против американского конкурента. И, судя по коррекционной динамике, которую мы наблюдаем сейчас, все больше трейдеров и участников рынка присоединяются к этой идее. Еще раз напоминаю, что в пятницу представители Банка Англии сообщили даже о том, что, может быть, британский мегарегулятор рассмотрит возможность даже дополнительных мер экономического стимулирования, а не ужесточения монетарной политики. По той причине, что дорогой фунт подрывает конкурентоспособность национальных производителей. Это еще один негативный фактор долгосрочного характера для британца, что позволяет нам сохранять прежние актуальные цели по британцу и по паре фунт-доллар. Но еще раз напоминаю, что мы собираемся прокатиться на коррекционном откате, может быть, в районе 1.50, только через отложенный селс-топ, который находится на очень сейчас значимой поддержке, в районе 1.52. До этих уровней, до того, как пара просядет к этому значению, пока наблюдаем за динамикой британца. Также хотел отметить австралийца. Мы видим то, что сейчас котировки чуть выше 0.71. В целом, прекрасно понимаем то, что сохраняется, опять же, позиционный взгляд на снижение в район 0.70. Это снова наш ближайший ценовой ориентир. И на фоне, опять же, актуального новостного фона, и снова повторных спекуляций на тему возможности еще дополнительного снижения процентной ставки, этот уровень действительно может быть протестирован. И также хотел отметить еще перспективы пары USD-CHIFF. Для тех, кто не присоединился к нашей идее, связанной с возможностью достижения паритета, есть еще у вас время. Актуальные котировки 0.97.25. Мы видим, как пара полномерно движется к единице. Остается еще около 280 пунктов. Я думаю, что буквально до конца этого года мы сможем добраться до этого заветного уровня. Что касается бонуса на сегодня. Напоминаю, 6% ходовое слово на сегодня – это валюта. Поэтому, если есть вопросы, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube под видеоокном. Всего доброго. До свидания.